30 деревьев как символ 30-летия партнерских отношений. Саженцы и лунки возле здания областного суда приготовили задолго до прибытия немецких гостей. Первое дерево сажают участники Великой Отечественной. Русский ветеран и немецкий солдат. Во Владимирской области Филипп Дёр уже не первый раз. Во время войны был здесь в плену, работал на стекольном заводе. Николай Щелконогов признается, в немецком не силен, но дружбе это не мешает. Дружба это лучшая война. Мы, Россия и Германия, подаем величайший пример человечеству, что надо мир хранить как зеницу ока, и тогда человечество будет счастливо жить. За второй саженец принимаются главы городов-побратимов. Экологи следят, чтобы мэры все сделали правильно. Саженцы прибыли прямиком из питомника. Глубоко закапывать их нельзя. А вокруг каждого дерева необходимо сделать так называемую ватрушку, чтобы вода при поливе не растекалась, а уходила в землю к корням. Той барабант достаточно хороша для городских условий. Естественно, ее надо поливать. Главный враг деревьев – это то, что жители их воруют. Я надеюсь, что у здания областного суда ни у кого не поднимется рука на данное мероприятие. Если обойдется, приживутся все 30 саженцев. В высоту эти вечно зеленые хвойные деревья будут достигать до 3,5 метров. К слову, это не первые деревья, посаженные с помощью немецких гостей. Возле площади Победы русские и немецкие ветераны уже высаживали дуб – символ дружбы. Дерево – это символ долголетия. Деревья живут долго. Также долго живет и партнерство. Наверное, поэтому посадка именно деревьев играет такую важную роль. Это символ дружбы двух народов и двух городов. Владимир и Ирлангин связывают деловые отношения в сфере образования, культуры, экономики. Пожалуй, одним из самых масштабных русско-немецких проектов стало открытие реабилитационного центра для детей с психическими расстройствами. Не без помощи Ирлангина во Владимире открыли и центр помощи молодым семьям. Для бургомистра Зигфрида Балайса это уже шестая поездка во Владимир. Мы с Сергеем Владимировичем познакомились спустя несколько месяцев после его назначения и сразу нашли общий язык. У нас одинаковые убеждения, что мэр должен быть слугой народа и давать все, что он может. В честь 30-летия партнерских, а теперь уже, наверное, и дружеских отношений Владимир получит в дар оборудование для горводоканала стоимостью не менее 10 миллионов рублей. В течение года мы договорились о том, что мы получаем из города Ирлангина многомиллионное оборудование на реконструкцию наших очистных сооружений. И оно в ближайшие 3-4 месяца поступит к нам во Владимир. Еще один подарок от Ирлангина – 200 кроватей-трансформеров для Владимирских медклиник. Они поступят уже этим летом. Ну а мы в свою очередь… Мы им подарили нашу любовь. Не обошлось и без велопробега. Совершить спортивную прогулку по нашему городу еще год назад предложил обербургомистр Ирлангина. Сергей Сахаров идею поддержал, так как сам когда-то занимался велоспортом. Впрочем, Зигфрид Баллес в сегодняшних стартах участвует чисто символически. В Германии сейчас холодно и гость немного простужен. Главное для меня не победа, не скорость, а участие. Для меня большая радость прокатиться вместе с владимирскими велосипедистами. Раньше я профессионально занимался велоспортом. Мой личный рекорд – более 300 километров за 16 часов. Участники велопробега стартуют на Соборной площади. Далее 10 километров по городу со скоростью 20 километров в час. Маршрут велосипедистов лежит через улицу Мира, проспект Строителей, мимо Белого дома и мэрии. Финишируют там же, где и стартовали. Символично, что победителей, как и побежденных, нет. На этом визит не заканчивается. Гости из Ирлангена пробудут во Владимире три дня. Впереди культурная программа.